Прежде чем начать разговор о такой важной проблеме, как метастатическое поражение головного мозга при меланоме, хотелось бы сказать, насколько часто мы с этим встречаемся. Здесь представлены результаты двух исследований. Одно из них было опубликовано в этом году, другое в 2017-м, которое показывает вероятность встречи метастатических метастазов меланом в головном мозге при первичном диагнозе и после, при у пациентов, в которых изначально была установлена третья стадия заболевания. Как мы видим, частота этого события с течением времени, в общем, не меняется, и примерно 6% пациентов имеют метастазы в головном мозге уже изначально при диагнозе, а риск развития метастазов в головном мозге после аудиоанной терапии при более старых методах лечения он рос неуклонно с течением времени, при применении современных методов он остается относительно стабильным. Какие проблемы связаны с точки зрения химиотерапевта с метастазами в головном мозге? Ну, во-первых, это наличие гептонософалического барьера, который ограничивает лекарственное взаимодействие. Хотя это является, в общем, вопросом, есть он, нет. Метастазы являются экстрамозговой опухолью, выращивать все сосуды немножко по-другому, но, тем не менее, такой вопрос остается. Второй вопрос – это высокая агрессивность или скорость роста опухоли. Мы знаем, что метастазическое поражение головного мозга – это неблагоприятный прогностический фактор, и в новой классификации это отражено в добавлении этого фактора, как отдельной подстадии категории М, отражающей наиболее плохой прогноз у пациентов. Но к чему это клинически приводит? Это нижеэффективность лечения. И второй вопрос – если у нас уже есть метастазы в головном мозге, можем ли мы как-то еще стратифицировать больных, чтобы понять, у кого они будут течь лучше, у кого хуже? И третий момент – это необходимость применения комплексного подхода к лечению и, соответственно, изменение эффективности наших подходов к терапии таких пациентов. Начиная с первого вопроса, хотелось бы сказать, что гемтоэнцефалический барьер – это не железная стена, которая разграничивает головной мозг от всего остального организма. И, как показано в этих исследованиях, это очень неравномерная структура, которая в некоторых очагах может быть, а в некоторых может не быть. Слева здесь вы можете видеть накопление баклитоксила в данном случае в метастазе в головном мозге. Вы видите его неравномерность, здесь цвет отражает концентрацию препаратов в очаге. И проводились исследователями изучения очагов с двумя препаратами, которые проникают через гемтоэнцефалический барьер и нет. Вот препарат, который проникает через гемтоэнцефалический барьер, он позволял контролировать все очаги, тогда как непроникающие позволяли тоже контролировать очаги, но далеко уже не каждый очаг из тех, который образовался. Мы имеем фактически мозаику. Другой важный аспект – это то, на что мы воздействуем. Мы знаем, что на сегодняшний день при меланоме основной метод воздействия – это иммунотерапия. При иммунотерапии эффекторы, собственно говоря, это антигенопрезентирующие клетки и эффекторные клетки иммунной системы. В головном мозге, безусловно, эти клетки сложнее проникают в мозг, но там есть и свои клетки, которые выполняют такие же функции, такие как астроциты, например, которые могут являться мишенью для лекарственных воздействий. Если говорить об эффективности лечения, то да, конечно, медиана времени до прогрессирования у больных с метастазами в головном мозге не такая большая, как у пациентов без очаговых метастазов в головном мозге. Но посмотрите, насколько эффективной стала иммунотерапия. Мы продлили выживаемость 3-6 месяцев до современной эпохи, скажем, которая была в 2000-х годах, до 32 месяцев при комбинированной иммуноонкологической терапии. При том, что медиана времени до прогрессирования сильно не поменялась у этих пациентов. И мы можем, в общем, успешно контролировать с помощью системного лечения заболевания у 60-80% пациентов. Это, безусловно, достижение. Но именно комбинированной терапии. Если мы посмотрим на водопады, то да, конечно, частота объективных ответов составляет 51-59%. Но в целом есть еще ряд пациентов, у которых есть контроль над заболеванием, но объективный ответ не достигнут. Если же мы говорим про длительность ответа на иммуноонкологических препаратах, то мы видим ту же тенденцию, которую мы видели и в системном процессе. Комбинированная иммунотерапия дает наилучшие шансы на время до прогрессирования и позволяет пациентам завершить лечение и, собственно говоря, быть без заболеваний, без прогрессирования и выходит на ту же самую оплату, которую мы наблюдали в общей популяции пациентов. Если говорить про общую выживаемость, то у отдельных пациентов даже и монотерапия сопровождается достаточно хорошими результатами, но, скорее всего, этот результат уже достигнут за счет последующего лечения, потому что мы видели на времени до прогрессирования, что монотерапия оказывает худшие результаты. Действительно, это подтверждается при анализе последующего лечения. Мы видим, что 50-60% пациентов, получавших монотерапию в этом исследовании, получали в дальнейшем различные варианты комбинационной таргетной терапии или комбинированной иммунотерапии. Если же говорить о сочетании системных и локальных методов лечения, то, безусловно, добавление стереотоксической лучевой терапии как к иммунотерапии, так и к таргетной терапии, оно дает наилучший результат лечения, как показано в буквально последнем анализе данных, представленных на данном слайде. Мы видим, что такое улучшение весьма значимо, и, безусловно, надо проводить именно стереотоксическую лучевую терапию, которая позволяет существенно повлиять на прогноз пациентов и до какой-то степени, возможно, улучшить результаты системного лечения. Что касается подхода к интратекальному введению неволюмам, то этот подход, в общем-то, изучался, но он не оправдал свои ожидания, потому что средняя длительность терапии была всего полтора месяца, медиана общая выживаемость у этих пациентов очень коротка, 4,5 месяца, несмотря на то, что это были предвлеченные больные, это не тот эффект, который мы ожидали от нового пути введения, поэтому в дальнейшем, скорее всего, этот подход развиваться не будет. Что касается факторов прогноза, был проведен достаточно большой анализ факторов, которые влияли на выживаемость пациентов с метастазами в головном мозге. Как и ожидалось, в общем, пациенты с симптомными метастазами имели наиболее худший прогноз, у них в два раза выше был риск смерти. Однако, посмотрите, были дополнительные факторы, которые играли роль в однофакторном анализе. Они просто не позволяли улучшить модель многофакторного анализа, поэтому там оказались статистически незначимы. Но, тем не менее, у большинства пациентов с симптомными метастазами, это пациенты, как ни странно, с отсутствием мутации в генеем РАФ, это фактор имел тенденцию к быть значимым и в прогностической модели. Пациенты с пожилым возрастом имели чуть повышенный риск. Что неудивительно, пациенты с повышенным ЛДГ, с повыше ухудшенным общим состоянием. Тем не менее, наличие метастазов легких несколько снижало риск, однако, наличие множественного поражения экстракраниального повышало риск прогрессирования процесса. Какие есть перспективы терапии метастазов в головном мозге? Ну, вот здесь слайд суммирует те мишени потенциальные, которые на сегодняшний день уже изучаются либо в доклинических, либо уже и в клинических исследованиях. Это различные подходы, направленные в первую очередь на увеличение проницаемости гематоэнцефалического барьера. Либо это способы активного транспорта, различные варианты диффузии, различные варианты воздействия на межклеточные контакты для превышения проницаемости барьера для лекарственных средств. Есть и определенные точки воздействия на микроглию, воздействие на синамс, который формируется между астроцитами и опухолью. Собственно говоря, сами астроциты являются объектом воздействия. Ну и кроме того, объектом воздействия, конечно, являются опухолеинфильтрирующие лимфоциты, которые проникают через гематоэнцефалические барьеры и могут оказывать свое противоопухолевое действие. Таким образом, в заключении хотелось бы сказать, что, конечно, лечение метастазов меланомы в головном мозге требует на сегодняшний день разработки новых подходов именно с учетом особенностей биологии этого процесса и этого объекта. Современные методы лечения, особенно при сочетанном их использовании, позволяют продлить жизнь больным с метастазами меланомы в головном мозге. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.